Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якутск. Сегодня» за режиссёрским пультом Николай Слепцов и Михаил Эверстов у микрофона ведущей Сарглана Антонова. В своём послании к Федеральному собранию президент Российской Федерации Владимир Путин обратил внимание на важность вопроса о высшей школе. По его словам, здесь назрели существенные изменения с учётом новых требований к специалистам в экономике, в социальных отраслях, во всех сферах нашей жизни. Так, в новой приёмной кампании 2023-2024 годов по России наибольшее количество бюджетных мест будет предусмотрено на инженерные и технические направления. На втором месте – педагогические науки, на третьем – общественные и медицинские направления. Упор также делается на специальности, которые помогают достичь скорейшего импорта, замещения и достижения научно-технологического суверенитета России. Итак, как выбрать для себя направление подготовки? Можно ли спрогнозировать конкурс? Что появилось нового в правилах приёма в 2023 году? Поговорим об этом сегодня с гостями нашей студии. Итак, это главные специалисты Департамента по государственной политике в сфере науки, профессионального образования и целевой подготовки Министерства образования и науки Республики Саха и Якутия Туяра Парфеневна Петрова и Алиада Алексеевна Фёдорова. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день. У нас находятся в приоритете. Добрый день, уважаемые радиослушатели и зрители. Основной задачей системы высшего и среднего профессионального образования в нашей Республике – это обеспечение кадрами и формирование кадрового потенциала отраслей экономики и социальной сферы Республики. Добрый день. 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 организациях на территории республики и около 700 вузах за пределами республики. Хорошо. Какие новые направления деятельности в рамках целевого обучения вообще введены за последние годы и каковы потребности республики в этих направлениях? За последние годы система целевого обучения претерпела некоторые изменения в связи с изменениями в федеральном законодательстве, начиная с 2020 года, мы работаем по подготовке кадров в системе отраслевых проектов. По отраслевой системе, то есть по отраслям, мы отдаем приоритет и ведем подготовку в рамках отраслевых наших проектов, а некоторых из них ознакомят наши гости. И вот этих отраслевых проектов определяются основные наши подходы и требования к уже подготовленным и заинтересованным абитуриентам, которые уже решили для себя посвятить в дальнейшем именно вот этой профессии, да, и где установлены уже критерии некоего отбора и выявления уже по некоторым отраслям уже ведутся конкурсные отборы, собеседования, то есть заказчики целевого обучения проводят собеседование. И сейчас уже насчитывается свыше 40 отраслевых проектов. Вот, например, и вот сейчас хочется отметить, что практика реализации отраслевых проектов уже дала свои плоды в рамках 100 лет, 100 талантов в рамках столетия, я СССР. Так вот, особняком хочу отметить отраслевой наш проект совместный с Министерством здравоохранения, где ведется подготовка медицинских кадров. И сейчас уже отрабатываем с детализированными квотами целевого приема за счет федеральных средств с мерами поддержки за счет республики. Сейчас вот в сформированном проектном плане набора на целевое обучение за пределами республики сейчас уже Министерство здравоохранения заявились на 127 мест, а в СВФУ, Северо-Восточном федеральном университете, медицинском институте, 270 мест в этом году в проектном плане. Также мы очень плодотворно работаем с Министерством транспорта в отраслевом проекте, в отраслевых проектах вернее. Там у нас насчитывается несколько уже по инициативе Министерства образования. Существуют такие отраслевые проекты, как же тайская судоверфь, подготовка кадров для железной дороги Якутии, также крылья Якутии. С этого года начинают отраслевые проекты «Речники» совместно с Якутским институтом водного транспорта и «Энергия занятых», где ведутся подготовки по таким направлениям, как электроэлектрики, энергетики и строительство в судоходных компаниях. Также мы с этого года начинаем реализацию такого, не с этого года, а с прошлого года, с Министерством строительства работаем по реализации отраслевого проекта «Деревянное домостроение» совместно с Северо-Восточным федеральным университетом. Ну вот такие основные наши моменты. И также особенно хочется отметить плодотворную работу совместно с Министерством культуры по реализации наших многочисленных отраслевых проектов уже, с некоторыми из них вы, наверное, уже знакомы. Это проекты «Щепкинсы», «Щукинсы», которые в этом году «Щепкинсы» уже оканчивают выпуск в этом году, ожидается в июне. Также, начиная с 2020 года, мы работаем очень тесно с Арктическим государственным институтом культуры, где республика поддерживает ежегодно, и за счет республики заключают договоры студенты с нами, и готовится по ежегодно по 47 мест. Ну, чуть позднее мы об этом поговорим, да? Давайте продолжим наш разговор именно по ленивестерству образования. Вообще, когда начинают свою работу Республиканская приемная комиссия по целевому обучению, вообще какие документы нужно подавать? Я думаю, этот вопрос волнует очень многих наших родителей, абитуриентов, он очень актуален на сегодня. Да, верно. Республиканская приемная компания начинает работу с 22 июня. И в первую очередь хочу сказать, нужно сперва сдать экзамены, и необходимые документы, это получается сканированные, это копия паспорта, копия аттестата, и все необходимые документы у нас на сайте Министерства образования, науки, вы можете посмотреть. Республиканская приемная компания с мерами поддержки Республики будет работать в дистанционном формате. И приемы документов производятся на сайте Министерства образования и науки, вы можете там посмотреть, какие документы и на личном кабинете сайта. Тогда в приемную комиссию не обязательно представлять оригиналы документов, а вообще во сколько вузов одновременно можно подать документы? Тоже такой актуальный вопрос. Да, это актуальный вопрос в пяти вузах. Это по правилам приема вуза. Сперва нужно изучать правила приема вуза, сколько направлений необходимо подать документы. И в пяти вузов можете, да. В пять вузов? Да, в пять вузов. Ну, с этого года, начиная с этого года, изменения связанные, внесены изменения, связанные с количеством выбранных направлений по каждому вузу. До пяти направлений каждый абитуриент может выбрать. И изменения касаются также выбора приоритета. То есть абитуриент должен выбрать приоритет, отдать приоритет и предоставить оригиналы документов именно в то направление, в тот вуз, куда он решил поступить. В прошлом году абитуриенты могли подать, насколько я помню, по десяти направлениям, да? Да, по десяти направлениям можно подать. А почему вот такое сокращение происходит? Я считаю, что сейчас организаторы, инициаторы этого изменения считают, что если направления сокращаются, если выбор направлений уже сузился, то абитуриент отдает предпочтение именно одному. То есть не из десяти выбирать, а из пяти направлений легче выбрать. Хорошо. То есть он как бы для себя определяет на будущее, да? Да, для себя уже обозначает уже заранее. А не подает, лишь бы подать документы. Ну, вообще, давайте, наверное, напомним нашим телезрителям, радиослушателям, как республика, как наше государство поддерживает ребят, которые учатся за ее, например, пределами на целевых местах. Ну, здесь у нас за счет государственного бюджета республики существует положение об оказании мер социальной поддержки и стимулирования, которое утверждено постановлением правительства республики, где мерами поддержки и стимулирования могут воспользоваться те целевики, которые с нами заключили договоры. То есть те, которые обучаются на территории республики и заключили договоры с республикой, они могут воспользоваться стипендией, отдельной стипендией. То есть она помимо того, что они получают академическую стипендию в УЗИ, им назначаются стипендии от региона, то есть от республики. Также существует материальная поддержка для тех, кто учится за пределами на территории, материальная поддержка для малообеспеченных семей. А те, кто обучается за пределами республики, меры поддержки — это компенсация тех расходов, которые они несут по проездным расходом туда-обратно один раз в год. И также за проживание расходы за проживание также компенсируются в пределах нормативов. Но вместе с тем, несмотря на поддержку, давайте напомню, что и абитуриенты принимают на себя определенные обязательства, когда поступают на целевые места. Об этом, к сожалению, иногда дети забывают. Да, хочется отдельно отметить, что подписывая договор о целевом обучении, абитуриент, который поступает и заключает договор с республикой, он берет на себя обязательства трудоустроиться после окончания обучения в обязательном порядке в предприятиях на территории республики и отработать ровно три года. Также он берет на себя обязательство пройти обучение качественно, то есть он предоставляет регулярно отчеты о своей успеваемости, то есть копии зачетки, и по успеваемости назначается ему стипендия. То есть она регулируется от того, троечник, хорошист или отличник. То есть это тоже разница. Также и по уровням образования, которые он получает в рамках целевого обучения. И поэтому для того, чтобы заключить договор, перед тем, как заключить договор, нужно хорошо изучить условия и обязательства, которые он несет после заключения договора. Хорошо, мы сегодня вот говорили о правилах поступления. А вот что означает такой термин, как отдельная квота? Да, отдельная квота для поступления в ВУЗы. Сейчас такое понятие с этого года начинается. В прошлом году существовало такое понятие, как специальная квота для членов, семей, военнослужащих, участников специальной военной операции. То есть в образовательных организациях высшего образования, то есть федерального подчинения. Это не профессиональная образовательная организация, не СПО. Это ВУЗы, которые находятся на территории, но находятся на федеральном подчинении. Для них обозначены отдельные, установлены отдельные квоты, по которым льготные категории, которые сейчас я назвала, могут поступить и между собой пройти конкурс и смогут они поступить на льготных основах. Существуют такие льготные категории. Также, да, там внутри Татьяна Юрьевна может нам потом подсказать, что есть определенные квоты, да, определенные квоты, которые могут поступить в ВУЗы без вступительных испытаний или там отдельные какие-то, да. Как раз наши специалисты там существуют. Об этом мы обязательно поговорим. А вот есть ли сегодня некие, скажем так, пороговые баллы, по которым будет осуществляться поступление в ВУЗы? Да, проходные баллы есть. Они во всех образовательных организациях, не только в ВУЗах. Есть они в правилах приема, они утверждаются ежегодно, и о них можно ознакомиться, когда мы открываем официальные сайты самих образовательных организаций, где установлены по каждой специальности, по каждому направлению проходные баллы, которые должен пройти абитуриент, и по результатам которого они зачисляются в ВУЗы. Спрашивают, какая работа проводится министерством по информированию наших абитуриентов? Информирование ведется у нас путем, через средства массовой информации. Вот мы регулярно выходим на прямые эфиры, даем интервью, на брифинге, через социальные сети. Вот недавно у нас были анонсы, также распространяем анонсы, объявления, у нас отдельные сообщества есть. Вот таким образом мы оповещаем наших, как можем, наших абитуриентов. Вот чаще, конечно, сейчас уже пора приемной кампании, уже начинается, начиная с 20 июня, то есть некоторые образовательные организации уже начали, а сейчас уже с 20 июня уже начинается. Хорошо. Впереди вас ждет блок рекламных объявлений, не переключайтесь, оставайтесь. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу и сегодня мы говорим о подготовке кадров для экономики республики. С чего начинается поступление в ВУЗ? Какие профессии на сегодня являются самыми востребованными? Какие нововведения появились в приемной кампании в этом году? Ответим сегодня на эти и другие вопросы. И далее я напомню, что наши собеседники это представитель по отраслевому проекту целевого обучения от Мининноваций, ивент-менеджер республиканского конкурса «Моя профессия IT» Артем Сергеевич Колбанов и начальник управления учебно-методической деятельности Арктического государственного института культуры и искусств Татьяна Юрьевна Петрова. Дорогие друзья, напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном канале НВК Саха и на волнах ТЭТЕМ Сахарадио. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 320066-321166. Ну что же, конкурс «Моя профессия IT» проводится в Якутии у нас с 2016 года, насколько я помню. И за это время проект стал уникальной площадкой, аналогов которой нет ни в одном регионе России. Можно уже так говорить, да? А количество участников и география растет с каждым днем. Расскажите нам, пожалуйста, Артем, какова основная цель данного проекта? Наш конкурс является как бы стартом для школьников, выпускников школ в IT-отрасль. Мы даем... Это такой... Наш конкурс является социальным лифтом, началом старта в IT-сфере и дает возможности обучиться и обучиться стать ведущим IT-специалистом. Ну что же, вы работаете в этой отрасли, да? И видите, наверное, вообще, как конкурс меняется с годами и вообще в чем его уникальность? С каждым годом количество участников у нас растет. Если в первом конкурсе у нас было всего 43 участника, то в последнем конкурсе у нас было более 7500 участников. И наша уникальность является в том, что наш конкурс, ну, как вы сказали, является таким эксклюзивным. Нигде у нас в стране такого нет. И мы... Как сказать? Ну, старайтесь, наверное, держать эту марку. Да, держать эту планку. И стараемся быть и с каждым годом улучшать наш конкурс. Вообще, насколько я знаю, очень интересна форма проведения этого конкурса. Это хакатон, да? Вообще, что он собой представляет? Тут, к сожалению, не все наши телезрители, радиослушатели вообще знают, что такое хакатон. Что это за форма вообще? Хакатон — это соревнование для разработчиков, где за отведенное время, за 48 часов, они изготавливают с нуля полностью какое-то приложение, сайт или технологический продукт. Ну и вообще особенности этого хакатона в том, что ребята собираются в одну команду. Да, собираются. Команда состоит из трех человек. Это менеджер, дизайнер и разработчик. И за определенные время команда пытается решить заданную проблему. Мы попросим нашего режиссера тем временем фоном показать ролик, каким образом вообще проходит наш конкурс «Моя профессия IT». И мы будем далее говорить. Вообще, условия хакатона, насколько я знаю, это то, что ребята находятся определенное время в замкнутом пространстве. То есть это тоже создает определенные условия для того, чтобы ребята могли эффективно, качественно работать. Да. Они, получается, сидят командой вместе, решают проблемы, но рядом с ними тоже сидят другие команды. И у них есть чувство соперничества, но в то же время они помогают друг другу. Участники, у которых большой опыт, они могут поделиться чем-то полезным для новичков. И таким образом как бы появляется IT-сообщество из нового поколения. Несмотря даже на то, что они, казалось бы, конкурируют. Это очень здоровая конкуренция, надо сказать. А что вообще является главным призом конкурса? Главным призом, кроме денежных средств, больше считаются как целевые места в лучшие вузы нашей страны, такие как ИТМО, университет имени Баумана и Бонбревича. Ну здорово. То есть победители имеют право поступить в эти вузы и получить, соответственно, такую профессию, о которой мечтали. А вообще сколько мероприятий было проведено, ну скажем, за последнее время? Вообще как вы взаимодействуете с участниками конкурса? В этом году прошел восьмой республиканский конкурс «Моя профессия IT», где я приняла более 7,5 тысяч участников. Мы провели 40 хакатонов по всей республике и в итоге лучшие команды были приглашены на финал в городе Якутске. Пришло 75 команд, 225 участников, школьников и студентов. То есть студенты тоже принимают? Да, студенты тоже. В этом хакатоне? Как вы вообще взаимодействуете с участниками? Каким образом отслеживаете их судьбу и так далее? С участниками мы постоянно поддерживаем связь, они как бы и нам помогают, мы с ними общаемся, они предлагают что-то, что могло бы улучшить наш конкурс. И таким образом мы постоянно с ними контактируем, мы собираемся, зовем им к нам, и они в любое время могут подойти к нам в кабинет, в офис и также просто пообщаться с нами. И этим летом планируется стажировка финалистов, выделившихся участников к нам в организацию, на стажировку. А еще какие-то мероприятия для детей вы планируете проводить? Я думаю, что многих родителей интересует такой вопрос, потому что действительно IT-профессии в последнее время стали очень востребованы, и интерес подрастающего поколения тоже очень высокий к этой теме. Да, этим летом мы планируем провести акселератор школьных проектов, где будет проводиться профориентация и поддержка и помощь развития их стартап-проектов. Получается, мы будем их обучать, как нужно выступать, какие-то полезные советы даем, также присутствуют ведущие IT-специалисты, которые не только их оценивают, а как бы становятся их наставниками. И в будущем они тоже общаются и наставляют их. То есть создается некое такое сообщество, да, которое и в дальнейшем развивает такие связи. Хорошо. Так, давайте теперь перейдем к Татьяне Юрьевне и поговорим вообще, по каким направлениям факультетам будет вестись набор студентов в этом году в Арктический государственный институт культуры и искусств. Здравствуйте все, кто меня слышит, кто видит. ГИКИ в этом году у нас очень много целевых мест, много у нас бюджетных мест, и у нас вот уникальность нашего возраста в том, что у нас по всем направлениям, это вот художественные, музыкальные, театральные, и в том числе специальности культуры, по ним по всем ведется набор. Значит, это у нас в том числе IT-технологии, раз вот такая компания интересная у нас здесь, да. И, кстати, наши студенты, по-моему, в этом году были двое студентов, были победителями Хакатурна, как раз таки команды ГИКИ, да. Вот это к тому, что вот я просто не знала, что у нас бы такая компания интересная. Я бы подготовилась, я захвала в милии этих студентов, к сожалению, пусть меня простят. Вот. Дело в том, что есть такой стереотип, что Институт культуры, и там, значит, только культура, танцы, значит, песни и так далее. У нас есть такая специальность, как прикладная информатика. Причем удивительно, что мы все это время набирали мало, а теперь очень много набираем, у нас 25 бюджетных мест, потому что, видимо, успешная очень кафедра, и поэтому бюджетные места Минобрама России выделяются именно на эту специальность, так. Вот. Ну, это к месту, просто вот вовремя, как-то так соседство интересное. А так мы набираем в этом году на все направления музыкальные, это музыкальное и инструментальное искусство, это у нас музыкознание, музыкальное прикладное искусство, это вокальное искусство, это у нас в этом году еще по живописи, по графике, по дизайну и по декоративно-прикладному искусству. Это художественное направление, так. Прикладная информатика, я уже сказала, и у нас есть специальности культуры, это библиотечная информационная деятельность, социально-культурная деятельность, народная художественная культура. Из новостей, из новых специальностей, у нас в этом году профиль есть такой, то есть программа, сама специальность, это народная художественная культура. А внутри есть новый профиль, это руководитель кино, фото, видео, творчества. Студия, название даже не успела запомнить. Тоже очень востребованные направления. Да, тем более, что в этом году действительно не только эти технологии у нас, и в республике традиционно, да, креативные индустрии, конечно, и в том числе вот как раз-таки для кино, индустрии кино у нас готовятся. В этом году у нас набор идет, вообще у нас реализуются 43 образовательные программы, и вот по 25 из них мы в этом году являем набор. Хорошо, а вообще сколько бюджетных, целевых, платных мест в этом году? Бюджетных мест у нас 162, в том числе у нас в этом году впервые на заочную магистратуру дизайн 5 бюджетных мест, на заочную форму причем. Так, у нас в этом году 230 это коммерческих мест, с оплатой стоимости обучения, и надеюсь, у нас как бы, мы всегда благодарны Министерству образования, Министерству культуры, общей республике, да, за поддержку АГК, в том плане, что у нас вот действительно ежегодно выделяется 47 мест, цифра даже вот такая постоянная, так, и мы ждем это постановление, с надеждой все наши поступающие тоже ждут, что у нас в этом году будет тоже 47 мест, и там практически включаются все тоже направления. А вообще сотрудничаем мы уже с 2011, просто тут аудитория молодая у нас сидит, да, с 2011 года у нас правительство нас регулярно поддерживает, просто это количество мест наменялось, было 5, было 4, было даже какое-то 100, какой-то год было, да, вот сейчас у нас цифра как-то стабилизируется, 47 мест в последний год. Вообще, когда начнется прием документов поступающих, когда можно будет сдать документы? Документы мы принимаем, в принципе, по всей стране, вот эта дата не позднее 20-го июня, мы 20-го июня тоже начинаем, прием документов. У нас специфика, конечно, так как в ВУЗ культуры и искусства, специальности больше именно таких, у нас есть такая специфика, что у нас есть творческие вступительные испытания, и поэтому мы принимаем документы на эти специальности, на эти направления до 10-го июля. Поэтому надо обратить внимание, вот поступающие, что до 10-го должно успеть, 11-го уже начнутся экзамены, система уже не примет ничего сейчас, вы знаете, все, цифровизация, все у нас теперь прозрачное, все там электронно, поэтому 11-го я уже не могу, уже человека даже в систему, допустим, внести, поэтому до 10-го, 11-го начнутся уже творческие вступительные испытания. А после 11-го класса, соответственно, дети предоставляют ЕГЭ, они нам не нужны, они у нас в базе, мы их сами посмотрим. Вот, и еще, конечно, очень большие изменения для СПО у нас в этом году. Там тоже экзамены. Какие вообще направления и профессии вот у вас самые востребованные, на какие самые большие конкурсы, расскажите на самых популярных? Ну, самые популярные, конечно, я сразу скажу, что, к сожалению, актерское искусство у нас самое популярное, но в этом году нет набора, вот я сразу, чтобы не забыть потом. Но вот как раз-таки есть альтернатива, вот это вот руководство студии кинофото-видеотворчества, так? А потом есть у нас, есть такое направление подготовки к социально-культурной деятельности, там внутри есть профиль. Это постановка и продюсирование культурно-досуговых программ. Тоже, в принципе, альтернатива для таких творческих детей, так? А так традиционно, конечно, еще очень популярным является дизайн, само собой, да? У нас графический, цифровой дизайн, то есть у нас цифровые технологии дизайна тоже развиваются, само собой. Там, значит, у нас еще направление, внутри направления есть профиль моды и текстиль. И, значит, есть еще у нас третье направление, это пространственный дизайн. Так, и вот направление тоже близкое к дизайну, называется оно немножко по-другому, это декоративно-прикладное искусство народной промыслы. И там внутри зато профиль интересный, называется ювелирный дизайн. Ну, для нашей республики тоже очень востребованно, конечно, так? Ну, востребована традиционно народная художественная культура, хореография, музыкально-инструментальное искусство. Ну, все вот специальности культуры очень востребованы, на самом деле, потому что, ну, творческих детей у нас в республике очень много. Очень много талантливых людей, да? Да, очень много. Всех ждем, приглашаем. Хорошо. А вообще, такой, наверное, существенный вопрос, особенно для тех, кто приедет вот из Улусов, из других городов нашей республики, сколько мест вообще будет выделено в общежитии? Вы пишите, у нас есть договор, опишите, как такого, собственно, прям нет, но у нас есть договор с ИФУ, главным вузом, и у нас там есть 250 мест. Поэтому достаточно, это нормально, у нас, тем более, научное обучение, это у нас, у нас же вуз не очень большой, вот это все-таки, это как бы такой специфик, как, да, культура, искусство. Поэтому мы местами, в принципе, обеспечиваем. Конечно, нам, в первую очередь, мы стараемся по социальным моментам, там, там, сироты, инвалиды, значит, потом идут северно-арктические улусы, и так дальше, далее по карте, скажем так. Вот вы сказали, что до 10 июля принимаются документы, а вообще, когда начнутся сами вступительные, вот такие творческие испытания? Да, вот они, соответственно, с 11 июля начинаются. Сразу на следующий день. Да, 1 июня по закону, по правилам приема, по порядку приема в России, да, вывешиваются, все вузы 1 июня вывешиваются в расписание, ну, в том числе и мы, расписание у нас висит, размещено на сайте, в разделе абитуриенту. Когда выйдут приказы о зачислении, ну и вот что означает зачисление по приоритету, мы обещали поговорить на эту тему. Так, значит, у нас есть изменения в правилах приема в этом году, то есть были волны, помните, первая волна, вторая волна, теперь, значит, у нас по всей стране четкие даты, то есть мы уже их не придумываем, все, значит, это у нас приоритетное зачисление будет 30 июля, при этом надо учесть, что, значит, конкурсный список по всей стране вывешивается 27 июля. То есть что означает? 27 июля все в стране абитуриента узнают и увидят, какие шансы у них в других вузах. Вот они подали в другие вузы, они увидят все это 27 июля. Соответственно, 28 июля человек, который подал на места в пределах квоты, вот о них тоже, может, скажем потом, если успеем, да, в пределах квоты начинается приоритетное зачисление. 28 июля у него только один день, чтобы подать и, значит, подать оригинал документов в тот вуз, куда он по квоте подал, по своей льготе. И 30 июля выйдет приказ. Дальше список начинает опять обновляться, соответственно, и у нас следующее зачисление будет 9 августа. Но обратите внимание, что по всей стране, опять-таки, даты одинаковые. 3 августа по всей стране последний день подачи оригинала документов. А 9 августа, то есть время есть для работы приемной комиссии всей страны, это же действительно сложно, 9 августа выйдет приказ последний о зачислении. Вузы при этом, я оговорюсь, конечно, что есть у вузов еще право о дополнительном зачислении. Поэтому, ребята, я вас призываю, 9 августа, если никуда не попали, ну, ничего страшного, надо еще посмотреть приказы быстренько на сайте и следить постоянно. Там, потому что выйдут приказы, можете о дополнительном зачислении. Есть и вузы, которые могут не добрать, допустим, и останутся вакантные места. По всей стране, опять-таки, одна дата, 14 августа. То есть с 10-го начинается обновляться список опять, и с 10-го по 13-е вот у нас, например, да, можно подать документы и дополнительные зачислители остаются в актах местах. Какие-то льготы у вас есть при поступлении, например, преимущества у детей, участников СССР и так далее? Да, конечно, обязательно. Дело в том, что это прослеживается документами Российской Федерации нормативной сферы образования четко. Поэтому есть у нас всегда были льготы, начну с того, что всегда были льготы для сирот, для инвалидов, для инвалидов первой и второй группы, детей, оставшихся без попечения. Там довольно-таки длинный список льготников. Он, согласно ЮТФЗ-273 по закону об образовании. А вот с прошлого года, как уже сказали, да, была, значит, у нас специальная квота выделена в 10%, и в этом году теперь называется отдельная квота. Но условия, в принципе, по размеру те же, то есть 10%, обратите внимание, по каждому направлению подготовки. И там не учитывается очная форма, заочная, очная, заочная. То есть просто по направлению. То есть оно может быть выделено по очной форме, может быть по заочной, но по каждому направлению. И внутри там есть немножко действительно, вот как вы сказали, нововведение, то что сотрудники, значит, лица, которые участвовали, то есть в специальной военной операции, и если они получили увечья, если они получили потом заболевание, и если, значит, не дай бог, погибли, то их дети имеют право поступать во все ВУЗ без вступительных испытаний. Но, обязательно пометочка, кроме вот именно специфики нашей учитывается, без все-таки, не учитывая дополнительные вступительные испытания, творческой направленности. То есть без этого все-таки, ну, нельзя, видимо, да? А так все остальные могут поступать по результатам вступительных испытаний, которые ВУЗ проводит самостоятельно. Ну и вопрос такой, который тоже, думаю, волнует очень многих. Есть ли сниженная стоимость обучения, и вообще кто может на нее претендовать? Да. Значит, стоимость обучения, она рассчитывается экономистом, как себестоимость. Она, конечно, очень высокая. Вообще-то по всем ВУЗам страны там есть такое разделение групп, первая-вторая группа разделений там по экономические такие моменты, которые не очень интересны. И там стоимость обучения довольно-таки высокая. До 500 тысяч, до 600 доходит по стране, по ниткам ВУЗам. И, конечно, все ВУЗы стараются, понимают, что не все могут такую сумму заплатить, а платить. Есть понятие сниженной стоимости, то, что согласно закону, нормативу, и в нашем ВУЗе она снижается уже с 500 тысяч, с 400 до 150 за год. И, конечно, там довольно-таки, что у каждого ВУЗа есть список вот этих лиц, которые могут туда попасть. И льготу, ну, конечно, это все те, кто в квоты не попали. То есть у них, представьте, когда не подавали по квоте, у них была льгота, но они не попали по конкурсу. Они теперь могут ее использовать здесь. Значит, это социальные моменты, это малобеспеченные семьи, это, например, ВГК, своя тоже специфика, мы ее учили. Это если оба родителя или кто-то из родителей работает в сфере культуры и искусства, например. Многодетные семьи и так далее. Конечно, вот, естественно, участники, вот дети, вернее, семьи участников, и семьи участников специальной военной операции самособы. Ну что же, спасибо за очень полезную и актуальную информацию. Дорогие друзья, это была программа «Якутск. Сегодня». Сегодня мы говорили о приемной кампании по экономическим отраслям нашей республики. Всего вам самого доброго и до свидания. Дорогие друзья, спасибо.